Ну так как вы уже наверняка как бы можно считать, что вы состоявшийся баскетболист, опять же невзирая на ваше баскетбольное будущее, как вы считаете, как развивается любительский, потому что мы радеем за любительский баскетбол, как он развивается в Москве? Ну здесь ключевые, наверное, соревнования это МБЛ, этот же кубок ректора МГПУ, другие лига развития, условно, вот эти стритболы. Ваше мнение, что хорошего, что плохого, чего бы добавить на ваш взгляд следовало? Хорошо, что они есть, вот, но везде есть свои большие минусы, просто когда начинает что-то приносить успех и результат, люди начинают работать не для окружающих и не для общества, а начинают искать пользу себя, вот, ну и это бывает, все перекрывает все эти успехи. И начинается просто, как бы, монотонная, без прогресса работа. Все хорошо, все хорошо, будем сидеть ровно на своей пятой точке. Вот так вот. Не знаю. То есть вы считаете, что становится какое-то однообразие без развития? Да, без развития. Ну, хорошо, коль вы критикуете, какие предложения, может быть, вы видите, как бы какие-то мелочи, какие-то идеи, которые, может быть, стимулировали рост? Ну, мелочи можно добавлять сколько угодно. Например, маленькое освещение в интернете всего этого. Освещения в интернете российского баскетбола как такового вообще нет. Но просто если мы догоним хотя бы так, как освещает команда ПБЛ, то это будет очень круто. Ну, нет никаких крутых каких-нибудь отрывков. То, которое делают на сайте МБЛ там 2-3 человека, это, ну, не знаю, купите крутого оборудования хотя бы для каких-то самых крутых матчей. Это будет очень круто. Выставляйте их где-то в социальных сетях. А вы никогда не думали, что для этого нужны деньги, которые, опять же, из воздуха не возьмешь? Что взносы команд весьма ограничены, и игроки в большинстве своем сами платят за то, чтобы участвовать? Как решить этот вопрос? Насколько я знаю, взносы эти достаточно, чтобы купить оборудование для такого. Все зависит от желания, мне кажется, больше. Никакого там всяких денег. Если желание есть, то все будет круто. Виктор, ну давайте уже, коли такая пошла у нас беседа, вы можете там спустя какое-то время, когда вы, опять же, станете обеспеченным баскетболистом, помочь каким-то образом развитию любительского баскетбола? Неважно, как будет это называться. ПБЛ, МБЛ, ДБЛ, как хотите. Как бы вы, или там, и условно, может быть, лет через пять я позвоню вам в НБА, или вы мне позвоните, и скажете... В МБЛ. В МБА, и скажете, вот там, Александр, я готов помочь так-то, так-то. На самом деле я, бывает, думаю об этом, то, что я хочу помочь как-то своими мыслями. Я всегда там смотрю американские виды спорта, и мне очень нравится, как все это освещается, как это подается. У нас даже, ну, у нас нет такого, чтобы это, типа, было вкусно, и я прям пошел, и зашел на этот сайт и посмотрел. У меня всегда какие-то свои идеи, идеи у моих друзей. Я пытаюсь это привнести, например, рассказываю вам. Вот, и у вас тоже теперь есть свой крутой сайт, вот, который растет, но тоже нужно как-нибудь подать его, чтобы его еще больше разрос. Вот, я готов, да, можете мне позвонить. Куда, в МБА? Ну, это посмотрим, но я думаю, через пять лет я вам точно помогу. Ну, я, как бы, за себя в данном случае не радею, я, опять же, про свой сайт не говорю, мы, речь не об этом, но если вы обещаете как-то помочь любительскому баскетболу, я думаю, вас помянут хорошим словом. Я обещаю, но у меня не особо, как бы, то, что меня поминали, как бы, хорошим словом. Все, что я сделаю, это будет приятно мне, и я постараюсь, чтобы это было приятно вам. Надеемся на это. Какие, так, если уж, опять же, если говорить, что планы, 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 как вы видите себя в баскетболе, и, ну, и так, баскетбол в себе, как бы вы хотели его видеть? Ну, свое, как бы, будущее, я вижу, что, ну, у меня не особо какого-то там выдающегося таланта, как у сейчас у наших молодых игроков, которые имеют какой-то результат. Я просто попытаюсь большой труд приложить к этому и выйти на какой-то свой максимальный уровень. Ну, а баскетбол в жизни, баскетбол это моя жизнь. У меня каждый день баскетбол. Неважно, на площадке, где-то на компьютере, на телевизоре, я всегда в нем смотрю, общаюсь с баскетболистами, с друзьями, которые в баскетболе, и мне очень это нравится. Вы знаете, я тут незаметно от вас справа подложил книжку. Будьте любезны, покажите ее в камеру, и что вы думаете по этому поводу? Выше, выше, не видно, не видно. А что это такое, Виктор? Может, вы нам... Это биография Леброна и то, как... Какого Леброна, простите? Леброна Джеймса, игрока, когда на тот момент он был в Кливленде. То, как люди освещали его, и так, как Леброн в спорте поднял планку. Как начали все это освещать, как он сделал, не только как он спортсмен, а так, как бизнесмен, наверное, так. Освещение игрока Национальной баскетбольной ассоциации в спорте. Насколько я знаю, у вас такое есть стритбольное прозвище Лебрончик, если я не ошибаюсь. Есть такое. А почему так? Ну, когда 4 года назад я пришел на баскетбольный... на стритбольный турнир, то у меня была джерси Леброна Кливленская, та, которую мне подарил мой первый тренер. Я все время в ней появлялся на каждом турнире. У меня были кроссовки Леброна, очень мне нравились его модели, и я вообще... у меня есть каждая модель, которая выходила его. Ну, и я старался, как бы, повторять его движения, его повадки, его всякий стиль Леброна. Я даже подбрасывал 2 года присыпку для рук, как будто вон тальк. Но мне нравилось, и зрителям это нравилось. И я играю не только для себя, но и чтобы зрителям нравилось. Люблю делать такие мини-шоу. Витя, а теперь то, что интересует меня и мой сайт. Если вам бы дали почитать эту книгу, вы бы сделали небольшой обзор о том, что там написано. Особенно, ну, так как книга на английском, на русском языке. Да я бы с радостью. Обещаете? Это уже тут не нужно становиться профессиональным баскетболистом. Да, обещаю. Отлично. Ну, и теперь, Виктор, хотелось бы небольшое пожелание всем любителям баскетбола. Ну, наверное, все-таки любительского. Потому что один лозунг, который я хотел бы использовать, как любитель становится профессионалом, и вы наверняка живое тому подтверждение. Ваше пожелание всем любителям баскетбола. Я хочу пожелать, если вы настоящий любитель, то показывайте любовь свою к спорту. И не нужно никаких там больших средств, больше желания, больше любви к спорту. И больше ответственности. Ответственность, она всегда дает прогресс. И когда все это в совокупности, то даже если у тебя что-то не получается, прогресс придет сам. Когда труд, любовь, ответственность и желание. И все будет круто. Спасибо, желаем вам удачи. Естественно, хотим вас чаще видеть в этих хороших нарезках, как вы говорите. И желаем вам профессионального и человеческого роста. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.